Судя по еще раз происходящему, Зеленский не готов на заморозку конфликта, даже на заморозку. И Запад, судя по всему, тоже не готов, хотя там есть такой вот определенный раскол. Украинское правительство не способно выполнять бюджетные обязательства перед народом без западной помощи. Им постоянно нужна подпитка. Деньги, деньги, деньги. Что будет дальше? Противоречие, оно уже есть. Ведь Германия, Франция и Италия, они не хотят в таких объемах эту помощь оказывать. Но на них давят, откровенно давят. Из всех стран УДКБ у России и Белоруссии, конечно, теснейшие взаимоотношения. Хотелось бы, чтобы так же все и продолжалось. Другой мир весь, это и вся Южная Америка, и практически все африканские страны, и весь Ближний Восток, и вся Юго-Восточная Азия, они хотят пересмотра этого миропорядка. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы все знаем, что случилось в Херсоне. На ваш взгляд, что это? Это все-таки следование логики здравого смысла? Ну, по-другому, видимо, было нельзя. Либо, может быть, это военная хитрость, которую мы просто пока до конца не понимаем. Я изначально не являлся сторонником концепции какого-то скрытого замысла вокруг херсонской ситуации. Где-то 20 октября я обрисовал два сценария. Это сталинградский сценарий, то есть предполагающий битву за город, и сценарий ухода на левый берег. И, как мы видим, реализовался сценарий ухода. Почему так произошло? Если рационализировать вот это вот событие, то я здесь вижу следующую цепочку. Изначально, когда у нас начиналась специальная военная операция, то есть после 24 февраля, мы с вами увидели такие полномасштабные наступления сразу на нескольких направлениях. И Херсон, он не был ключевой точкой на юге. То есть изначально все прекрасно понимали, что вот южный плацдарм подразумевается расширяться до Одессы. И тогда Херсон, конечно же, было необходимо удерживать, но обстоятельства стали в военном смысле меняться. Что этому способствовало? Поставки тех же систем РСЗО «Хаймерс». В ССУ изменили тактику на южном участке. Они стали атаковать склады, стали нарушать снабжение, стали бить по объектам гражданской, военной инфраструктуры, по транспортной инфраструктуре. Получается, Антоновский мост перестал функционировать, Каховская, ГЭС и ЖД мост, который там был, Антоновский, тоже перестали функционировать. То есть снабжать эту группировку действительно, уже если как данность начать рассматривать, ну было невозможно. То есть ее можно, конечно же, в том плане, что да, можно поставить понтонные переправы, но они будут постоянно под огневым контролем находиться, уже артиллерийским. Одно дело, когда летят «Хаймерсы» и работает система ВВО, другое дело, когда будут атаковать с артиллерийских орудий. То есть это следствие тех решений, которые были приняты с целью в виде Одессы. Дальше уже политические решения, референдумы, они запустили другую цепочку событий. Я думаю, военные совершенно другой реальностью всегда жили. И когда командование перешло к Суровикину, он еще изначально сказал про непростые решения. Ну анонсировал, да. Вот необходимая необходимость, она здесь превысила политическую, я бы так сказал. Ну вот сейчас все чаще в информационном пространстве, в всяком случае, звучит слово «переговоры». С разных сторон, под разными соусами. На ваш взгляд, для России сейчас выгодны переговоры? Смотрите, по поводу переговоров. Вот исходя из того, что мы видим, эти переговоры сейчас больше запрашиваются со стороны России. Об этом буквально вот сегодня говорил заместитель МИДа РФ Рябов, об этом постоянно говорит Захарова из МИДа, об этом намеками постоянно говорил и Путин. То есть запрос на переговоры есть. Другое дело, что мы должны с вами понять, о каких переговорах идет речь. Здесь есть два варианта. Первый – это переговоры о прекращении огня и перемирия, то есть заморозка. И другое дело – это мирные переговоры о урегулировании конфликта. Вот сейчас, исходя из того, что мы видим, исходя из ситуации, которая складывается, я вижу, что, я считаю так, что Россия хочет заморозить конфликт. Если Запад бы на это согласился. Зачем нужна эта заморозка? Наверное, для того, чтобы действительно сначала решить все запросы мобилизованных, укрепить в военном плане все рубежи, и после этого никто не исключает продолжение конфликта. Но эта пауза, если она и будет взята, она будет работать в обе стороны. То есть нужно учитывать, что это время будет использоваться также и Западом. Вот буквально вчера Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюзу нужно срочно задуматься над инфраструктурой из Запада на Восток, чтобы обеспечивать быстрые переброски техники. Строить мосты, строить туннели. То есть это ведь тоже время не просто так идет. Смотрите, подготовка военных ВСУ в Великобритании, подготовка в Европе. Рамштайн, вот очередная встреча буквально на днях состоится. Но, судя по еще раз происходящему, Зеленский не готов на заморозку конфликта, даже на заморозку. И Запад, судя по всему, тоже не готов, хотя там есть такой вот определенный раскол. Буквально недавно было выступление генерала Милли, он возглавляет американский генштаб, генштаб, если так переводить на нашу систему, то есть там есть такой комитет штабов. Ну, это вот аналог главкома. И он высказывался, что я не вижу, он говорил, возможности одной из сторон одержать решительную военную победу. И тогда остается только дипломатическое урегулирование. А вот Байден буквально сегодня с утра заявил, что если Путин хочет переговоры, он должен полностью уйти с Украины. То есть более радикальный сценарий. Демократы буквально недавно в Конгрессе поднимали тему реалистичных условий переговоров. Понимаете, вот то, что требует Зеленский сейчас, он обрисовывает там пять условий, но ключевое здесь это выход на границу 91-го года. Я до сих пор, даже вот если многие скажут сейчас, вот оставление Херсона, это же прецедент, это же территория России с точки зрения последних изменений в законодательстве, теперь это субъект Российской Федерации. Но Крым, понимаете, вот то, что требует Зеленский озвучивать 91-й год, Крым, это нереалистичные условия для переговоров, Россия на них не пойдет. Серая зона, вот например, то, что теперь случилось с Херсоном, это такое вот вынужденное решение, но не подписанный документ, где вы отказываетесь от своей территории. Поэтому Зеленский будет настаивать на продолжении конфликта, потому что его общество раскачано в этом плане, а Россия хотела бы, на мой взгляд, взять паузу. На ваш взгляд, российское общество готово ли к такому затяжному конфликту? Во-первых, общество, и второй момент, ну, как ни крути, любые военные действия для любого государства, для любой экономики, это большая нагрузка, это дорого, ну, как минимум. И экономически готовы ли Россия к длинному, к длинному такому затяжному конфликту и противостоянию? Ну, давайте по частям. Сначала по поводу российского и украинского общества. Дело в том, что в России, на мой взгляд, был такой негласный социальный контракт между государством и обществом, что общество у нас в целом было в основном такое деполитизированное, не особо интересовалась политикой, в большинстве мы не берем какие-то узкие группы людей. И государство это устраивало, и часть общества это устраивало. На Украине в тот же момент постоянно мы с вами замечали, что идет процесс мобилизации в общество. Речь не про военную мобилизацию, а именно мобилизацию на что? Ну, вот тема Крыма, например, с 2014 года по 2022 год, она ведь постоянно подогревалась. Зеленский не шел на попытки мирного урегулирования, и общество раскачивалось. Российское же после того, что случилось 24 февраля, сначала находилось, конечно, в определенном шоке, а потом, на мой взгляд, идеологи решили запустить такой вот процесс рутинизации. То есть, ну вот идет специальная военная операция, но общество не мобилизуется. То есть, программы на телевидении, да, есть определенный политический ток-шоу, но в целом они не работали на тот момент, чтобы показать людям значимость происходящего. На Украине же в этот момент, что? Экзистенциальное противостояние, борьба за существование вообще государства и украинской нации. Пропаганда там раскачивала совершенно другой нарратив. В России потом происходит еще один шок. Какой? Частичная мобилизация. Общество вроде как было деполитизировано. Вот этот вот негласный социальный контракт работал. Даже после начала СВО никто особо не трогал. Посмотрите, праздники в городах были. Колесо обозрения открывали, салюты. Ведь это все было направлено на рутинизацию. То есть, создать такие два мира. Вот есть мир СВО, кому он был важен и интересен. И второй был мир те люди, которые хотят отстраниться от этого. Но после частичной мобилизации это, по сути, стало невозможным. Сейчас мы видим, что устойчивость украинского общества за счет того, что раньше были запущены все процессы, она уже все равно выше. Исправить можно это в российском? Можно. Об этом кричат многие. Об этом буквально недавно кричал Дугин. Он выпустил такой довольно специфический, конечно же, материал. Суть этого материала была проблема идеологическая. Проблема, что общество до сих пор не мобилизируется и не пытается государство работать с обществом в плане попыток объяснить важность происходящих процессов. Какие-то, знаете, вот такие вот прерывистые, флюгерные какие-то проявления. Вроде как что-то где-то происходит, но нет какой-то единой системы отточенного механизма. Для Зеленского, конечно, работает в том числе и вся западная пиар-машина и лучшие консультанты. И там стратегия уже давным-давно выработана. Поэтому исправить можно, но сейчас ситуация сложная, я бы так сказал, с устойчивостью общества. В экономическом плане, вторая часть вашего вопроса. Ну, смотрите, здесь я бы представил как метафора весы. Что мы видим на одной чаше весов у Украины? Мы видим помощь коллективного Запада. Коллективный Запад – это не метафора, тут прям конкретно. Это Евросоюз, Великобритания, США, Австралия, Япония. Ну, бывшие доминионы Британской империи. Эти страны и экономики этих стран готовы включаться в поддержку Украины. Начались удары по энергоинфраструктуре, что заявили в Европе. А мы будем помогать ремонтировать. Ремонтные все цеха по технике находятся на территории европейских государств. То есть, фактически, у Зеленского тыл создан в ряде европейских стран. Экономическая помощь. Экономика Украины, она, естественно, не самостоятельна уже. Она целиком и полностью подключена, знаете, к системе. Вот есть медицинская система ИВЛ, искусственная вентиляция легких. Вот так и украинская экономика сейчас. Она держится, все это понимают, это вот просто факт, только на западной помощи. Если она прекратится, понятное дело, это крах будет всей системы. Украинское правительство не способно выполнять бюджетные обязательства перед народом без западной помощи. Им постоянно нужна подпитка. Деньги, деньги, деньги. Вот это вот метафора, что Зеленский, да, там, как черная дыра, которая проскользнула в каком-то американском ток-шоу. Ну, или можно сказать, что он просто, да, вот как вампир, которому постоянно нужны дополнительные притоки. А как еще? В этом плане российская экономика, конечно же, эта экономика самодостаточная. Несмотря на все санкции, которые накладываются, а уровень санкций, еще раз, ни разу в истории человечества ни одно государство не подвергалось такому масштабу санкций. Санкции, которые были направлены на Иран, с которыми он живет уже, да, там, 40 с лишним лет, не сравнятся даже близко с теми санкциями, которые направили на Россию. И когда, там, советники Зеленского и западные эксперты говорили, что они сломают хребет российской экономики, этого не случилось. Но я не являюсь таким вот, знаете, супер, таким вот оптимистом, я не оцениваю, да, чрезмерно то, что есть. В любом случае инфляция будет, в любом случае определенное социальное напряжение она вызывать будет. Об экономической катастрофе никто говорить не будет. Технологическое отставание может запуститься процесс? Увы, ну да. Это заставляет разворачиваться российскую экономику на восток? Опять же, тоже да. Но в целом здесь вот эта вот чаша весов, о которой я говорил, я бы не сказал, что одна или другая в итоге перевешивает. Западная помощь против самодостаточности российской экономики друг друга, по сути, балансирует. Очень многие наблюдатели, говоря о западной помощи, ну так, где-то с оптимизмом, где-то даже с юмором указывают на сложности, которые происходят сейчас в Европейском Союзе. И на то, как Соединенные Штаты, в общем-то, проводят такую политику по деиндустриализации Европы. Ну, это действительно так, мы это все наблюдаем, и у них тоже большие сложности в экономике. Но, на ваш взгляд, вот эти вот все их там внутренние противоречия, повлияют ли они как-то на ситуацию? Либо в этом вопросе, в вопросе помощи Украине, неважно кто, республиканцы или демократы, Европейский Союз или Соединенные Штаты, все равно это единое целое. Ну, вот даже в том, что они выступают все-таки таким вот одним фронтом, у них есть у каждого свои интересы. Даже внутри Евросоюза я бы сразу выделил два лагеря. Первый – это лагерь такой вот Европы, старой континентальной Европы. Это, конечно же, Франция, Германия, Италия, вот три страны. И есть у нас, понятно, что тоже континентальная Польша, но у Польши ключевой союзник, кстати, по словам Качинского, если я не ошибаюсь, они прямо открыто сказали, наш ключевой союзник – это Великобритания. И вот тут факторы второй Европы такой влияют, хоть Великобритания и вышла из Евросоюза, из европейской политики она не вышла. И там включаются Прибалтийские государства, Польша, Великобритания. Вот эти страны, они являются в процентах от своей экономики главными донорами военной помощи ВСУ. В процентах. В абсолюте это, конечно, на первом месте идут американцы, на втором идет Великобритания. Что будет дальше? Противоречие, оно уже есть. Германия, Франция и Италия, они не хотят в таких объемах эту помощь оказывать. Но на них давят, откровенно давят. Унижают, сколько унижали президента Германии, когда еще был посол Украины Мельник в Берлине. Вот это все ливерная колбаса, обиженная, про Шольца высказывались, картинки они публиковали. Ну и съели, съели. Съели, картинка там у них была, улитка, которая патрон доставляет, мол, какая медленная помощь. И реально атакуют именно Германию. Германия это главный локомотив европейской экономики, атакуют именно ее. Противоречие будет усиливаться, потому что снизу европейское общество, мы видели уже 70-тысячные митинги в Праге, к примеру. Общество будет недовольно, это будет приводить либо к поражениям сейчас тех элит, которые находятся у власти. Я не сторонник там революции, хотя и такие высказывания, кстати, от официальных лиц даже в Чехии звучали о том, что может Европа оказаться на пороге революции. Но я верю, что вот это вот давление, оно может в итоге рано или поздно привести к тому, что страны по очереди частично могут начать откалываться от таких объемов помощи. Уже есть Венгрия, уже есть правое правительство в Италии, хотя оно не отказалось от помощи, они будут в процессах согласования вязнуть. Это будут не такие объемы. В целом Европа, к сожалению, не обладает сейчас политической субъектностью. То есть они сначала, понимаете, свою оборонную промышленность полностью, по сути, связали с американскими компаниями. Они отдали вопросы безопасности, уже поделившись частью суверенитета в сторону ядерного американского зонтика. Сейчас уже речь идет про то, что они даже санкционную политику сами, по сути, не осуществляют, а согласовывают с США. То есть политической субъектности нет. Есть страны, которые этому сопротивляются. Это, например, Венгрия. Это, например, Турция, хоть она и не является членом Евросоюза. Многие относят ее все-таки к числу европейских держав и плюс член НАТО. Эти страны не присоединились, как Турция к санкциям, или как Венгрия не в полном объеме присоединились. А как давят на Сербию в вопросе санкций? В Италии уже на выборах мы увидели, как отреагировали. Макрон, например, успел проскочить на выборах до этого. Как мы видим, раз конфликт затяжной и мы не видим в ближайшие сроки вероятность его урегулирования, мы можем дойти до этапов новых электоральных циклов в Европе. И уже посмотрим, какие правительства там могут оказаться. Иллюзии, конечно, строить не нужно, но надеяться, что там будут противоречия, которые будут вызывать социальную напряженность, на это, в принципе, можно. Многие говорят о том, что вообще Европу ждут очень сложные времена, когда мы видим, как релацируется бизнес в Соединенные Штаты, они создают там более лучшие условия. Отсутствие, не знаю, дешевых, не дешевых, но российских энергоносителей тоже очень сильно бьет по... Целые отрасли сейчас страдают, не то, что там отдельные предприятия. И, в общем-то, если сейчас уже мы говорим о том, что субъектность, ну, она такая очень с натяжкой существует у европейских государств, то что же будет дальше, в общем-то, вопрос? Сохранится ли ЕС тем самым Европейским Союзом, которого мы знали там 10-15 лет, наверное, уже точно нет. Да, Союз Угля и Стали, да, по-моему, там у нас начали, как-то так. Ну, с этого все начиналось у них, да. Как экономически, в первую очередь. Смотрите, по поводу энергоресурсов, на мой взгляд, здесь ключевая тема. Как много европейские политики говорили про энергозависимость от России, вот эта вот энергетическая игла. Но в итоге что мы увидим? Они сейчас с одной энергетической иглы перейдут просто на другую, более дорогую энергетическую иглу. Плюс, вот буквально на днях смотрел я карту, где есть терминалы для приема жиженого газа. У Германии их практически нет. Вот вообще, даже терминал, потому что они настраивались всегда, и в Северной потоке ведь строились с согласованием же немецкого правительства. Они рассчитывали, что они будут получать газ по трубопроводу. То есть, они даже не строили эти пункты приема СПГ. А вы знаете, у кого их больше всего в Европе? У Великобритании. Вот та страна, которая главный бенефициар. Она будет хабом газовым для поставок СПГ, да, газа. Начнутся строить новые приемы в Германии. На этом будут зарабатывать, в первую очередь, американские компании. Я думаю, что ближневосточные страны, вроде Катара, будут выбивать себе уж очень условия в нынешней обстановке выгодные. Они говорят, что нам сразу нужны долгосрочные контракты лет на 20. Цена не будет ни в коем случае дешевле. Но они же говорят, что они платят такую цену. То есть, они якобы сознательно на этих готовы идти. При этом ведь у граждан никто не спросил. В Венгрии провели опрос. Национальный Орбан инициировал отношения к санкциям. Ну а почему же такие вот любители демократии не рискнут провести такие опросы в своих странах? В Германии узнать, как они относятся. Да даже в Польше провести, посмотреть, как бы простые граждане ответили на ситуацию. Это очень опасно, потому как предсказуемый ответ, наверное. Да, результат будет такой, что в первую очередь, так же, как американские выборы. Там украинская тема, она в самом низу, если смотреть в процентах, у избирателей спрашивали на выходе с участков. А что вас волновало? Тему Украины вообще даже в топ-5 вы не найдете. Там первое место у тех, кто голосовал за республиканцев, это инфляция. Причем 50% называет сразу инфляцию главной проблемой и причиной голоса за республиканцев. Потом идет криминал, преступность. У демократов главная тема вообще решения Верховного суда США по абортам. Никакой Украины там нет. Людей волнует в первую очередь в любой стране их страна и ситуация в их стране. Только вот европейские правительства думают, что они, раз были когда-то избраны и получили мандат на управление, они могут и в нынешних обстоятельствах решать за народ. Почему-то не провели референдум в Швеции или Финляндии по поводу вступления в НАТО. Такой вот важный вопрос, да, мы же говорим... За них сейчас Турция решается. Ну, суть-то в том, что народ даже не спросили, а хочет ли народ-то в НАТО вступать. Они испугались этот вопрос вынести на референдум внутри своей страны. Хотя бы спросить от нас, да, вот решение это. Ведь сейчас встает вопрос о размещении ядерного оружия. И выходят официально листы, но мы, говорит, не хотим. Ну, не хотим, это не ответ, да. То есть не хотим, но нам скажут, и мы разместим, получается, ядерное оружие в Швеции или Финляндии. Также формулировки, что мы будем следовать общим правилам НАТО. Я почему-то практически уверен, что если спросить у рядового гражданина Финляндии, хочет ли он вступить в НАТО при условии, что на территории Финляндии окажется ядерное оружие, я думаю, любой человек здравого смысла ответит, что нет. Все сразу же становится целью сразу же автоматически. Из России. Очень сложная ситуация, особенно в Восточной Европе. Многие, кстати, называют сейчас этот регион самым опасным на планете. Ну, и я, знаете, склонен им верить. Республика Беларусь, союзник России. Какой видите вы ее роль? Ну, многие отмечают, что само наличие вооруженных сил Республики Беларусь здесь, на этом направлении, оно уже очень многих охлаждает. В первую очередь Польшу, у которой там много своих планов. Ну, это, наверное, тема даже для отдельного разговора. Ну, и кроме этого, все больше в России говорят о технологической независимости, например. И здесь, опять же, люди, которые с этим связаны, говорят о том, что, смотрите, в Беларуси не утеряно машиностроение, не разбазаренная инженерная школа. Давайте это все как-то активнее сливать вместе, чтобы было польза. Ну, нужно помнить, что у нас есть союзное государство России и Беларусь. Это вообще, по сути, конфедерация, понимаете? Это одна из форм устройства государства одного единого. Я думаю, что, если разделить ваш вопрос на несколько частей, давайте так, по поводу военной части. Вот фактор Польши, честно, я, например, в конвенциальные какие-то конфликты с блоком НАТО, я в них не верю. Да, в конвенциальные, то есть обычными средствами ведения войны. Есть для этого ядерный щит тот самый. Но есть фактор, конечно же, стягивания сил ВСУ на северной территории Украины. Ну, и, соответственно, группировка Объединенная Белоруссия здесь играет, конечно же, ключевую роль. Знаете, вот такой вот постоянно домоклов меч, который висит над головой у заложного, он должен учитывать. Да, всегда. То есть вот этот вот домоклов меч над заложным, он, на мой взгляд, весомый все равно фактор. Но вот факторы представить пока военное участие, многие в России, кстати, очень сильно хотели бы, чтобы это произошло, потому что ситуация очень сложная. Но пока я считаю это маловероятным событием. Лукашенко тоже при каждом удобном случае говорит, что у меня нет планов посылать куда-то белорусских военнослужащих, это раз. И вообще, давайте как-то выстраивать все-таки мосты дружбы, а не строить заборы, как это делают сейчас Польша и Литва, та же. Украина, по-моему, тоже начала, кстати, строиться за заборами. Ну, у них там сложнее, потому что там, ну, ладно, вряд ли они что-то построят, но денег возьмут. Ну, знаете, вот по поводу Белоруссии в целом, вот есть у нас блок ОДКБ. И здесь вот без прикрас, увы, остальные страны себя проявляют не так, как Беларусь. Да, как хотелось бы, чтобы и другие страны себя здесь проявляли так же. Да, мы видим очень такие, знаете, странные реакции из Казахстана, там, от Такаева, из Армении, в том числе, и митинги даже в Армении неожиданно кем-то организовались за выход Армении из ОДКБ. В этом плане, конечно же, все понимают, что из всех стран ОДКБ у России и Беларуси, конечно, теснейшие взаимоотношения. Хотелось бы, чтобы так же все и продолжалось. И интеграцию, на мой взгляд, нужно усиливать. Любую, экономическое, технологическое, военное, все это нужно и срочными темпами нужно производить. Ну, как минимум, будет на пользу всем, мне кажется. Если говорить в целом о том, что происходит в мире, понятно, что сейчас интересы всех, наверное, самых больших, крупных игроков, даже стоящего и наблюдающего со стороны Китая, все равно они там тоже есть, сошлись в одном месте, это территория Украины. Но очень много вариантов развития событий вообще будущего мироустройства. Вот сейчас я склонен верить людям, которые говорят, что капитализм себя изживает, и тема глобализации, она тоже, в общем-то, погибает. А Россия из всех государств, ну, а вместе наше союзное государство Беларуси и Россия, все, которые, мне кажется, способны предложить миру какую-то свою модель, привлекательную, как минимум, продемонстрировать, что может быть в будущем. Вот на ваш взгляд, что может и что должна предложить Россия миру, как альтернатива, ну, как когда-то это делал Советский Союз, и, простите, там планета была поделена на приверженцев Советского Союза примерно пополам, и на приверженцев тех же Соединенных Штатов. Я думаю, здесь не про капитализм, а больше про идеологию. Объясню сейчас, почему. Вы даже вот сами сказали, да, что Советский Союз предлагал миру. На самом деле, в России, причем здесь под Россией, наверное, такой собирательный образ, мы здесь, не я конкретно, да, там Российскую Федерацию, а беру все постсоветское пространство, изначально мы увидели два таких успешных идеологических проекта. Первый проект, это был еще проект, начиная, я бы так, наверное, сказал, с века 17-го, Москва-Третий Рим идеологический, сейчас объясню, в чем его суть. И второй проект, это действительно успешный советский проект, который имел больше потенциальных потребителей по всему миру, да, то есть первый идеологический проект, вот Москва-Третий Рим, православный, преемственность от Византии, при этом терпимое отношение ко всем религиям, включение любых национальных элит, в том числе в российскую элиту, в Российской империи, там присоединение, когда происходило территории, будь то среднеазиатских территорий, будь то территории, если мы будем брать еще до этого, там, малороссийских возвращения в состав московского русского царства, всегда эти двери были открыты, это чисто вот византийские компоненты. Сейчас, что мы видим, ну здесь нужно вспомнить валдайскую речь Путина, что может зайти в мире. Это акцент, на мой взгляд, действительно на традиционных ценностях, и была такая фраза очень интересная, что традиционализм, вот эти вот традиционные ценности, они в отличие от либеральной сейчас идеологии, они не предлагают какого-то единого шаблона, потому что нельзя навязывать, да, что вы собираетесь навязывать? В Иране свои традиционные ценности? Нет, они у каждого свои. Так даже в определенных частях России у каждого свои, потому что ведь мусульман тех же очень много в России. Да, есть там Кавказ, конечно же, да, и здесь вот эта идеология, она действительно имеет отклик и в Европе, она имеет отклик и в католических странах Латинской Америки. Это именно вот это вот глобальное противостояние, что называется, что и там Трамп говорил, да, там, какие 200 гендеров, вы что, да, там, с ума посходили, да, вот эти вот высказывания. Традиционные ценности не то, что это возврат к какому-то первобытному устройству, да, не нужно его понимать вот так. Это скорее именно противостояние вот этому либеральному единому миропорядку новым стандартам. И ведь есть потенциальные союзники по всему миру, да, это любые страны, католические Латинской Америки, это трамписты в Америке, республиканцы именно трамписты, которые выступают с этих позиций, это Венгрия, Орбан. И даже Польша бы туда входила, если бы не ее внешняя политика и близость, да, с Великобританией. Они вот сходятся в этом компоненте консерватизма и традиционных ценностей, но расходятся во внешней политике, в проявлениях. Конечно же, это Азия, это Китай, да, конечно же, это страны Ближнего Востока. Смотрите, Саудовская Аравия сюда подходит с их традиционными ценностями, да, подходит. С их ценностями, да. Подходит, то есть, понимаете, вот этот вот такой вот тренд на новую деколонизацию, о чем говорил тоже Путин, да, деколонизация в чем? В том, что страны формально освободились, но идеологически нет, да, то есть вот этот вот новый либеральный миропорядок, обратите внимание, да, В США главное сейчас преимущество демократов, которое есть, это именно культурное, они стараются давить именно на это. Прогрессивизм, да, давайте мы будем разрешать вот эти гендерные, придумывать какие-то новые формы, да, с этим борются республиканцы. То есть тренд на это есть, это как раз-таки такой, знаете, взгляд даже в будущее, а не в прошлое. Другое дело, что и в Европе, Путин даже говорил, мы готовы сотрудничать с теми силами в европейских странах, кто смотрит на мир так же, как и мы. Есть национальный фронт во Франции, по-моему, да, он так называется, Липен, в общем, да, блок. Посмотрите на правое правительство в Италии сейчас, которое пришло к власти. То есть это прагматичная идеология, я бы даже сказал, можно здесь рассуждать из таких позиций. Это рациональный выбор, так же, как когда-то был рационален выбор веры, знаете, вот при Владимире, да, почему он выбрал византийский вариант. Так же и здесь такой рациональный взгляд на идеологию, а что бы взять, чтобы снова можно было во всем мире использовать. Так же, как и, да, вот коммунистическая идея в свое время, она ведь способствовала тому, что сколько африканских стран удалось освободить, способствовала тому, сколько стран Латинской Америки в итоге до сих пор придерживаются правительства левых взглядов. Я здесь не показываю, да, свою именно приверженность той или иной идеологии. Я говорю, что идеологию можно использовать вот так вот прагматично и рационально, и были сценарии. И я думаю, что когда Путин на Валдае выступал и про это говорил, это именно вот про рациональный подход, какую идеологию нужно транслировать в другие страны, чтобы найти сторонников в себе, да, найти новых союзников, тех, кого не устраивает текущий миропорядок. Ну, этих союзников, слава богу, есть. На самом деле, если посмотреть даже, кто против, скажем так, и кто, ну, если не совсем уж за, но кто не против, да, то те, кто против, они как-то в меньшинстве получаются. Точно. Территориально так точно. Такой, знаете, есть пул стран колеблющихся. Вот ты смотришь на голосование в ООН, даже Бразилия иногда голосует против России, или Сербия голосует против России по конкретным там вопросам повестки. Но все прекрасно понимают, что эти страны реально вынуждены под давлением. В ООН Россия выступала сделать тайным процесс голосования по резолюции, по референдуму. Не захотели. Ну, как же так, да, что вы переживаете-то? Сделать тайным голосованием, чтобы никто не видел, какая страна как голосует, чтобы был чисто результат в итоге. Испугались, да, Великобритания выступила против. Они там вместе с Албанией успели другую резолюцию провести. То есть, да, действительно, есть четкие сейчас контуры. Это вот коллективный Запад, да, он будет стоять на своем. Еще раз, это ЕС, все страны, и то в ней есть троянский конь такой вот, Венгрия. Это Великобритания, США и страны бывшей Британской империи, кроме Индии, понятное дело. То есть, Австралия, Новозеландия, Канада. Но вот другой мир весь, это и вся Южная Америка, и практически все африканские страны, и весь Ближний Восток, и вся Юго-Восточная Азия, они хотят пересмотра этого миропорядка. Другое дело, что очень многие делами это не показывают. Знаете, вот на практике Китай, конечно же, нужен, он занимает позицию все равно такого дружественного нейтралитета. Но реальные шаги пока мы увидели, например, только со стороны Ирана. Остальные пока еще выжидают. Я бы их вот к разряду таких колеблющихся стран. Они хотят изменения, но рискнуть и выступить какими-то шагами многие не готовы. Но понимаете, вот этот вот замок американский, он так кирпичик за кирпичиком, все равно по чуть-чуть будет разрушаться. То есть где-то они пойдут на уступки, где-то Байден прилетел в Арияд, в Саудовскую Аравию, а принц наследный решил, что не будет увеличивать добычу нефти. Да, где-то еще какой-то визит мы увидим, а в итоге результата не будет. И многие не будут считать, что это бросили вызов. А где-то там Турция говорит, что она в ШОС собирается вступать, в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. А тут и Алжир заявку в БРИКС подает, а еще сколько стран изъявили желание в БРИКС вступать. И вот так этот миропорядок начинает преобразовываться. Не хочется, чтобы он был биполярным, как мы уже видели, только тогда, потому что центр силы второй будет Китай. А как раз таки вот эта вот классическая многополярность, где много центров силы. Спасибо вам большое за этот разговор, за ваше рассуждение и оценки. Субтитры сделал DimaTorzok